Всем привет! И сегодня я вам расскажу о моей новой орхидеи. Это Vanilla Orchid. Выглядит она вот так. Если вы когда-либо пробовали ванильное мороженое или какой-то ванильный экстракт, если это настоящий, то он приходит из ванильной орхидеи. И ванильная орхидея это Terrestrial Orchid, то есть это орхидея, которая растет не на стволе дерева и потом поднимается, она растет на земле точно так же, как Lady Sleepers. И поэтому сажать ее нужно не совсем так, как Philanopsis или Catlea или Ancidium. Поэтому сейчас я покажу, как нужно пересаживать Vanilla Orchid. Vanilla Orchid это в конечном результате будет очень большое растение. Оно должно вырасти где-то 10 футов, чтобы начать цвести. Поэтому это явно растение только для больших помещений. Vanilla Orchid, она любит очень теплые температуры и ей нужна постоянная влажность. Сейчас она у меня растет в мхе, что в принципе нормально, но я заметила, что она все-таки не совсем хорошо себя чувствует. И сейчас я сделаю смесь в таких растениях, как Vanilla, которые растут в природе, в земле. То им в принципе требуется немного почвы. Поэтому я буду смешивать субстрат и почву. И также добавлю немного мха, потому что мох поможет мне удерживать влагу. Потому что это очень влаголюбивые растения. Также, насколько вы видите, то корни растут прямо из ствола по мере вырастания. Поэтому нам в принципе нужно будет сделать мховую палочку. Я сейчас возьму мох и обмотаю ее вокруг палки, чтобы у растения была дополнительная влага. Когда он растет и будет подниматься по этой палке, и его корнем будет место, куда вырастать. А внутри у него есть один большой корень и один маленький, только что растет, который... Вы видите, они дали много всяких других корней. Итак, я возьму вот такую почву. Я взяла почву для фиалок, потому что она более легкая. И сейчас я возьму еще немного моха. Сверху я положу мох, чтобы удержать побольше влаги в почве. И теперь я буду делать палочку из мха. Для этого мне понадобится вот такая палочка. Это не бамбуковая, она пластмассовая, потому что это предотвратит гнение самой палочки. И просто так вот обматываем мох, и потом я это все обмотаю веревкой. Пока я сделаю просто небольшую моховую такую палочку, потому что у меня такое маленькое растение. Но по мере того, как оно будет расти, я буду сажать побольше мха. Надеюсь, что дальше корни пойдут прямо в эту палочку. Это растение довольно быстро растущее, как любые вьюны. И вот уже прошел почти год с тех пор, как у меня появилась орхидея ваниль. И скажу вам сразу, что я сделала немного ошибок вначале, так как я послушала советы того человека, который продавал эту орхидею. И у меня создалось такое впечатление, что эта орхидея должна жить чуть ли не в болотистых условиях. У нее должна быть постоянная влага, ее нужно сажать в мох. И скажу сразу, что это практически загубило мою орхидею, так как когда она в мхе и в постоянной влаге, то, как и у всех других орхидей, корни у нее начинают гнить. Это орхидея, это лиана. Поэтому она очень быстро растет. Но она растет только тогда, когда у нее очень идеальные хорошие слои. Ну, близко к идеальным. Что я сделала? Так как ее нужно часто поливать, это значит, ее нужно очень много вентилировать. Как всегда, мои любимые стаканчики с очень большим количеством отверстий. И субстрат я сделала. Обычный субстрат из коры. Я в перемешку с мхом и перлитом. Когда я ее получила, она у меня перестала расти, начала сохнуть. И я поняла, что первый раз я посадила ее в очень большой горшок, потому что мне сказали, что она так быстро растет, что горшок нужен большой. Но, может быть, она быстро растет в природе, но когда она у вас дома, то она не так быстро растет, как в открытом грунте. Растет она где-то средними темпами. То есть, вы видите, за год у меня был вот такой вот отросточек маленький. За год она выпустила еще одну веточку, которая растет намного интенсивней. И сейчас покажу супер хорошенькую штучку. Смотрите, как она обвела у меня палочку. Я это недавно только заметила. Такая хорошенькая. То есть, я вот сейчас уже вижу, что за год она адаптировалась к моим условиям. И она начала расти. Но, опять же, не так, как они говорят, там, в год по метру. Я бы сказала, она выросла сантиметров на 15 где-то месяцев за 8. Потому что именно где-то месяцев 5-8 назад она начала интенсивно, ну, выпустила вот этот отросточек и начала расти хорошо. Как я ее выращиваю? Обрызгиваю я ее каждое утро. Сейчас утро. Вы видите, она у меня вся обрызганная. И это обязательно. Потому что ей нужна вот эта вот влага в воздухе. И я ее поливаю где-то раз в две недели, когда субстрат начинает казаться уже сухим. И вы ее поднимаете, и она совершенно легенькая. То есть, все там внутри субстрат просох. И тогда я ее начинаю поливать. Опять же, смотрите, какие у вас климатические условия. Я вам рассказываю о климатических условиях средней полосы. То есть, у нас где-то средняя полоса. У нас есть зима, у нас есть лето. И у нас не бывает температуры больше, чем плюс 40 градусов. Живет она у меня дома. То есть, на улицу я ее не выставляю. Причем у меня не парниковые условия, у меня просто квартирные условия. Как я уже говорила, еще раз повторюсь, что очень важно дать вашей орхидее акклиматизироваться в ваших условиях. Потому что растения, они адаптируются под определенную температуру, под определенную влажность. Но это занимает время. Поэтому, если вы получили орхидею, то есть, ну как бы не старайтесь ее слишком много дергать. Дайте ей время привыкнуть. Да, будет очень хорошо, если вы это поставите в парничок. И все это сделаете более мягким и удобным для нее. Но если нет парничка, то просто наберите терпения и поливайте ее с удобрением. 20-20-20, как всегда, мое любимое. И обрызгивайте ее каждое утро чистой водой. И я уверена, что эта орхидея у вас пойдет полным ходом и будет вас радовать своими цветочками, своими красивыми листиками. Я покажу вам, где каждый день стоит эта орхидея. Она у меня стоит на восточном окне и наслаждается лучиками восходящего солнышка. Мне кажется, что так как каждое растение испаряет влагу, то они как бы поддерживают друг друга и начинают расти гораздо лучше. О них приходится заботиться малость меньше. Может быть, это просто мое впечатление. Но вот так вот мне показалось, что они вместе, когда стоят вместе, то растут лучше. И у меня раздела моя Ашкандрия. Не могу нарадоваться, такая красавица. И на этом все. Желаю всем хорошего настроения и до скорых встреч.